всем привет друзья гости и подписчики канала продолжаем работать с пожарной машиной от italeri это на базе и века магирус пожарная лестница 26 на 12 набор предоставлен магазином я моделист для сборки и обзоры за что им отдельное спасибо ссылочка на сам магазин есть в описании и так долго разглагольствовать не будем чем я занимаюсь это я крашу все металлические части которые необходимо задуть здесь использую лидированную сталь от фирмы а к интерактив серия extreme metal она с таким голубым отливом насчет люльки пока я точно не решил буду ли крепить или не буду но на всякий случай покрасил предварительно все детали я загрунтовал черным ганзовским грунтом на выдвижных вот этих опорах здесь нам нужен только бортик по сути потому что вовнутрь наносится декаль такая зебра оранжево-красная предупреждающая здесь у нас получается противоскользящая поверхность единственная была проблема задувать вот эти вот наши штоки не придумал я как их закрепить поэтому они вечно разлетались самый большой объем это у нас наша платформа на которой крепится подъемный механизм штурмовой лестнице чем хороша эта краска я уже говорил это она сразу готова к использованию то есть вам достаточно ее просто перемешать заболтать и залить в аэрограф и дальше вы работаете ею как вы привыкли единственное она не любит очень низкое давление то есть комфортнее ею работать на 1 и 2 атмосферы примерно но при желании можно делать тонкие на пылы дальше использую уже другой цвет как правило использую именно для выхлопных систем это дюраль алюминий иногда использую темный алюминий но здесь решил воспользоваться именно дюралью она имеет такой желтоватый оттенок небольшой и за счет этого получается вид не идеально нового но уже поработавшего немного глушителя итак друзья все металлические части которые в принципе сейчас доступны и прокрасил получился вот такой вот у нас металл можно сказать легированная сталь с таким синего там оттенком также прошелся по деталям глушителя и по нашей люльки и все-таки на всякий случай покрашу не знаю буду ли в итоге цеплять не буду но в любом случае покрасил то что у меня честно говоря пока желание есть сделать штурмовую лестницу то есть без люльки теперь чем займемся дальше надо во первых прокрасить жалюзи и покрасить наши сегменты лестницы сейчас я удалюсь на подбор цвета потому что я посмотрел на фотографиях в основном они либо какие-то серые либо белые чем посмотрю сейчас какой мне более подходящий цвет то что они крашеные это это факт я сперва думал что металл на самом деле крашеная жалюзи также как на большинстве фотографий сама лестница тоже крашеная то есть она не голый металл в любом случае сейчас что-нибудь подберем и покрасим ну и посмотрим как она чего получится так что ухожу на паузу буквально на пару секунд и так покрасим теперь жалюзи использовал я сперва цвет барлей грей это такой серый цвет британской авиации но впоследствии я потом еще прошелся поверх него грей фс 36 270 от фирмы мистер хобби индекс аж 306 потому что когда этот цвет высох он мне немножко не понравился своим оттенком он довольно серый и есть такой как бы непонятный небольшой оттенок нет ни того цвета получается то есть не настолько светлый как надо саму лестницу я красил темным алюминием тоже а так а к экстрим раму покрыл серым грунтом праймер h100 от фирмы ганза и в дальнейшем надувал уже полуматовый цвет x18 от томии получается как бы с одной и той же точки немножечко поворачивая раму на стенде чтобы равномерно покрыть все труднодоступные и недоступные места грубо говоря сей процесс довольно длительный целиком его записывать не стал показал только начало в основном но в итоге через минут 20 тщательного такого кручения и задувания получился довольно ровный практически без недоливов и не проливов как говорится в дальнейшем я покажу чуть позже что у нас получилось именно с рамой что ж друзья покрасила я нашу лестницу и выстрелы единственное теперь осталось прокрасить различные ручки механизмы и вот здесь у нас на этой большой прям очень хорошо вот они видны посередине такие накладки их нужно сделать резиновыми то есть она вот нас сейчас я еще подкрашу этот не смотрите то что здесь получилось такой проблеск я еще буду проходить металлом то есть это первый слой был увидеть где чего не задул благо металл еще есть я еще пройдусь так что это не страшно ну и задул нашу раму передний мост рабочий здесь кардан пока не протягивал который идет на двигатель его соответственно потом протянем еще подкрасим и пока это все давайте остановимся на этом следующей серии уже займемся непосредственно деталями кузовными закроем масками наши жалюзи и будем уже красить в основные цвета наш кузов также помимо самой платформы подъемный механизм и по возможности наверно максимально под соберем кабину насколько это возможно я посмотрю потому что там есть такой нюанс по инструкции как-то очень оригинально вставляется часть салона в эту кабину и у меня возникает как бы пока вопрос можно ли целиком собрать кабину покрасить и потом уже заниматься салоном нужно этот вопрос провентилировать немножко ее под собрав поэтому всем этим займемся уже в следующей серии спасибо всем за внимание следите за новостями дабы ничего не пропустить ну и всем до новых встреч пока пока